добрый вечер сегодня у нас будет тема связанным со смертью с воскрешением и методов воскрешения да и вы вторая тема она будет секретная эта тема связанных с экзорцией это как раз касается жидческих армии параллельных структур там же люди которые ну воевали с нами и сейчас готовы воевать но их невозможно убить во первых да у них очень плотное поле поле их не берет но что же не берет вот против не только могут вот эти вот длинные копья применяться а почему не берет у них во первых поле она уже плотная да но имеет градиент ограден то есть она потихоньку уменьшается от тела если отходим дальше там плотность его уменьшается и поэтому когда поле входит она всегда поворачивает в сторону меньшую меньшей плотности поэтому тело защищено этим полем как бы под каким углом вы не под не стреляли в него вот поэтому она уходит то же самое нож вы сколько будете втыкать он будет уходить что он будет загибаться в сторону меньшего меньшей плотности и когда у нас допустим мы делаем луч входит в воду он же тоже искривляется вы можете видеть вставляете руку воду до вас получается как будто рука так сдвинута но это вот как раз из-за разной плотности воздуха и воды происходит искривление то же самое здесь но здесь не свет летит а здесь летит именно предмет пуля ну у них вот на этом же принципе они почему невидимы то что свет входит и он уходит видно то есть вот они проходят до стенка стенка допустим они проходят ты видишь что исчезает просто изображение просто ничего нет но они проходят мы их не видим вот потому что поле плотно и ну вот мы сегодня поговорим как они это делают у них жить необычная сила у тех же самых антов они запросто отворачивают человеку голову такие случаи описаны особенности люди ведут отношения к ним себя агрессивно запросто открутят более того они могут разорвать человека пополам или оторвать ему голову или ноги в русском языке сохранились выражение эти голову оторву да но над хода взялась была такая сила что можно было оторвать голову или выдернуть ноги тоже есть такое выражение то есть мы сегодня поговорим о важных вещах но нибы всех но потихоньку мы в общем то все их откроем потому что ситуация на сегодняшний день достаточно проблематичная сложно и сейчас хоть у нас там договоренность есть временная считать потому что они нарушат это в любой момент вот вычислят все да ну чтоб мы их не могли зацепить ну и все эти договоренности на строительство никто не не воспринимает всерьез в реальности по поводу экзорция вот экзорция то еще но современное название это армия а почему экзорция потому что экзорция управление поведением фактически на и все войны на сегодняшний день космические войны естественно построены на том чтобы управлять поведением противника ну у нас было проще да то есть вот враг вот у тебя сабли там или там пищали ли еще что то и вот вперед был видимый противник сейчас противника не видно и вот римская империя который в принципе стоит по главе нашего нашего человечества представляет его везде вот она держит нас в равстве именно потому что она управляет поведением наших политиков они могут не знать об этом что они являются марионетками в их руках они думают что что-то они там сами делают да вот может быть не всегда приятные или полезные нашему обществу но сами да но в действительности это подсказано и навязано вот но они стараются подбирать таких политиков особо которые сопротивляются их заставляют по-другому у них там бороют родственников там детишек ну вот ну и столь все равно делать то что нужно захватчиком но и потом от этого политика старается избавиться все таки и нужно гипнабельные послушные исполняющие все беспрекословно люди политики мы не привыкли к такому виду взаимодействия грубому причем военному вот не надо в общем то будет перестраиваться но вообще самое первое что обычно делает нас сильным это плоскость эклиптики которую мы все уже знаем как определять и днем и ночью как следить за ней вот мы повторять не будем как в этих вот экзорциях параллельных структурах приобретает эту неуязвимость против них ведь только но в наших войсках спец войсках которые занимаются истреблением вот этих вот недобитых азар там готов вот ну потому что основная цивилизация улетела а кто-то остался здесь задержался но их вот добивают вот те же антов тоже добивают хотя у них целые поселки есть у них храмы есть вот в этих поселках вот они говорят по-русски кстати говоря и но это же добивает и чтобы они как бы не портили что ли нас наше население я даже не знаю почему делает римская империя мне все время хочется назвать древние хотя на ника не древняя на современная и она взяла вот на вооружение вот эти огнеметы но кто служил в армии понятно что огнеметов нет я только спец войсках и которые именно занимаются уничтожение вот этих вот непрописных значит вот этих другие виды чертей тоже уничтожает косоги потому что это вот уничтожает и вариантов но всех все которые участвовали когда-то в крестовых походах против земли из и остались здесь потому что всех же выкинули вот и выкидывали не только мы тоже тех же антов их же тоже когда вот хазары например хазары они не разбирались землянин ты ли он ты ли там без и глаз они мочили всех вот косоги то же самое поэтому и сами анто не кстати говоря древние вернее с римской империи все время воюют в действительности хотя нам все время расскажут что вот висантия это вторая римская империя но это свист художественный понятно что раз но раз они хотят назвать ее вторая римская империя ради бога но мы-то знаем что это всем была другая структура на вопище с андромеды значит у нас небольшая тема будет связано как раз с изготовлением скрепов для оживления людей значит все это как раз связано с тем что у нас на земле внедрена иллюзия смерти смерти и вообще в природе и и не существует свое время весьма поставил вопрос когда он сказал что одноклеточный организм бессмертные не потому что делится и не умирает или сливаются в конъюгации между собой делится и опять же не умирает потому что они омолаживаются и в результате деления и в результате конъюгации слияния у нас дело в том что для того чтобы как бы мочь внедрить смерть до нужно было навязать множество иллюзии перед тем как возможно стало внедрение вот этой иллюзии смерти поэтому у нас всячески нашу древнюю культуру наши древние знания которое представляла тривия искореняли ее операх назвали оккультизмом название ее метафизикой но в разное время и поэтому с ними стали бороться то что три вена в отличие от создавшейся и созданной начале двадцатого в конце девятнадцатого века науки она не объясняла мир она его созидала и тот принцип от который у нас существовал там и множество сотен принципов было заложенных в природе окружающей нас это все во всем такие принципы подобное притекает подобное что большом то и в малом то есть скрижаль гермеса тресмегиста она охватывает наиболее важные принципы которые сформулированы были нашими предками которые применяли этот эти принципы в жизни и вот таким способом обозвав три оккультизмом с которым шла активная борьба не только церкви но и государства моего старства у нас была представлена римской империи который нас завоевала потому что все русские цари которые сегодня мы знаем там как николай первый александр первый александр второй александр третий они являются в действительности римскими императорами тот же самый пёт первый это в действительности у нас август тот же самый наполеон который у нас захватил собственно говоря тартарию каллигула это как раз наполеон александр первый он являлся у нас нейроном август у нас это пёт первый а тиберий это как раз наполеон второй сын наполеона у нас наполеон никак не представлен а вот сын его наполеон второй это и есть николай первый николай палкин как вообще дедушка ленин называл то есть все эти русские русские ну в кавычках конечно русские императоры это все у нас в действительности римские императоры является александр второй это атон александр третий это максимиан вот и поэтому сохранить нам нашу культуру нашу историю наши традиции дрели православной не представлялось никакой возможности поэтому дрели православия всегда было в загоне ну и не только православие и православие тоже было в загоне они отличаются от тем то что у них разные основатели у дрели православия это Ярослав Муджий а у православия это Владимир которого сейчас называют красным солнышком ну и от того православия которое было первое у Владимира от него тоже уже ничего не осталось но сейчас полностью католично ну и понятно что раз у нас произошла катализация фактически всех конфессий которые на сегодняшний день известны и присутствуют у нас на земле то понятно что никакого перевоплощения нет потому что православие занималось нас перевоплощением никаких божественных возможностей нет потому что древле православия занималась божественными способностями она сохранила божественную систему имен которые собственно говоря и притягивали все божественные свойства свойственны богам потому что подражение богам у нас было целое течение в свое время после революции Октябрьской когда дедушка Ленин раскритиковал Богдана Луночарского и Горького за их стремление богоискательству и богостроительству потому что именно превращение человека в Бога это было основа для православного учения и вот самое неприятное со всех вот этих вещей то что нам внушили что смерть это необходимость и это заложено в природе в природе нет действительности смерти последние исследования которые показывают что не только одноклеточные организмы могут жить вечно но и многоклеточные тоже живут губки живут гидры те же самые режешь пополам они снова восстанавливают обе половинки да полностью гидры снова живут медузы некоторые виды живут черепахи коробчатая черепаха тоже не обнаружено у нее смерти но и главное голый землекоп который млекопитающая вообще она тоже оказывается не умирает и неизвестно сколько бы оно жило если бы его кто-то не съел не раздавил или не использовал там для каких-то или не попал в какие-то катастрофические условия в действительности именно отравление атмосферы там ну или там припитание оно может привести к смерти ну то есть это состояние организма несовместимое с дальнейшим продолжением жизнедеятельности оно насильственно оно неестественно естественной смерти нет она всегда искусственная или убьют или съедят или какие-то там катастрофические явления аварии и прочие вещи произойдут а так в принципе все бессмертно в природе все деревья которые обладают акцепитальным ростом то есть постоянно увеличивающихся в размере существ в том числе деревья и это касается и животных если у них есть рост они не умирают потому что здесь постоянная регенерация тканей это не только интенсионные циклы которые в общем-то присущи всем тоже организмам когда происходит перестройка клетки обновление клетки и это не только деление вообще вся сама жизнь она всегда живет она не умирает сама но столкновение интересов столкновения вот этих вот только вот это может и привести к смерти вот отличие литургического сна которые сегодня говорят что если нет сердцебиение нет дыхания то это смерть ноты а зрачки там не реагируют на свет или там кошачий зрачок когда сжимают глазуное яблоко и оно не выправляется сразу оно выправится постепенно и это считается тоже признаком смерти и врачи которые почувствовали увидели что отсутствует пульс дыхание отсутствует дыхание говорят о смерти но то что зрачки они могут слабо реагировать могут даже не реагировать это еще ни о чем не говорит что человек умер умерший человек он в действительности все слышит все видит но видит конечно не глазами он видит своими тонкими телами душой видит он может говорить отвечать если мы с ним можем установить контакт он может слегка подергивать веками он это может делать и шевелить пальцем ну у кого нога может шевелиться у кого рука сохраняет активность и поэтому в режиме он шевелит пальцем это значит да если он не шевелит значит нет и вот в этом режиме пожалуйста можно составлять достаточно продуктивную беседу во время так называемой смерти у человека сохраняются выделение пота выделение слюны у умершего человека растут ногти растут волосы более того беременные женщины могут будучи мертвыми рожать такие случаи описаны в литературе не только когда она уже умерла и родила но и даже когда ее похоронили и скрывают могилу там родился ребенок но уже умерший конечно потому что ему не хватило там воздуха и большинство людей которых не вскрывают они оживают дело в том что отмечено что умершие люди от ран которые умерли происходит восстановление ран причем они восстанавливаются в 4 раза быстрее чем обычные те же раны у живых людей потому что там явление аутолиза способствует очищению клеток они переваривают клетки друг другу и поэтому невозможно оживление это не так клетки переваривают шлаки прежде всего лизосомы которые ответственны за переваривание внутреннее переваривание в клетке всех поступивших веществ они не переваривают тот же самый аппарат гольджи не переваривают оболочку такого ядра потому что они выложены все жировой оболочкой живая на поверхности белков нет а все эти ферменты лизосом они прежде всего переваривают белки и жира они не трогают и поэтому клетка не переваривается она омолаживается поэтому такая быстрая скорость восстановления у умершего человека ран которые затягиваются и полностью могут исчезнуть у умерших могут происходить полюции у мужчин у женщин могут происходить менструации на это врачи не обращают внимание они констатируют смерть только по двум признакам фактически это отсутствие сердцебиение отсутствие дыхания зрачок если на него светить там ярким светом ну вроде как не реагирует на должности и среагирует это настолько микро реакция что ее заметить некорды врач сможет и в русском языке у нас нет понятия смерти упокоиться да но это не связано даже покойник но это все новодельные слова просто человек решил ну отдохнуть немного хотя само слово отдохнуть это отдыхание человек без дыхания может спокойно провести несколько недель особенно если он переутомился и потом встать и пойти как будто ни в чем не бывало а у нас сразу на третий же день или в первый же день как у некоторых народов принято пытаются закопать человека в яму и не просто закопать еще забить гвоздями в гробу чтобы у человека не было никаких шансов а еще и перед этим вскрыть ему живот вырезать все внутренности распилить черепную коробку вытащить мозг положить его потом в живот и все это зашить грубо понятно шансов у человека в этом случае никаких но если человека ничего этого не делать он оживает гробы которые находятся 1900 по 1930 год там не скрывали людей вскрытие организовано было в 30-е годы якобы для судебной медицины если человек умер в домашних условиях так вот гробы люди в гробах перевернуты 50 процентов гробов люди перевернуты они разорваны одежды если еще там одежды остались расцарапаны руки оборваны ногти то есть люди пытались освободиться из этих гробов у нас ведь сначала когда внедряли смерть сначала ведь заворачивали саван и клали в пещеры как вот гизы первое кладбище которое было организовано у нас на земле там была такая идеология как раз приняли это уже было шести законе когда отменили у нас перевоплощение да это священная книга у нас была мишну и было предложено чтобы человек не возвращался в эту жизнь а ждал какого-то суда там и когда все воскреснут была такая запущена байка и фактически люди специально бальзамировали мумифицировали чтоб они не сгнивали потому что пока человек не отвяжется от своего тела сгнившего он не сможет перевоплотиться его будет все время тянуть к этому телу а если он даже перевоплотиться то он умрет потому что его тело притянет умершее тело поэтому наши предки в этом случае стали сжигать сейчас тоже сжигают но сжигают при этом еще разделы большие разряды то есть электрическим методом были конечно газовые были там на солярке вот эти печи а сейчас сделали электрические и в этом случае душе вообще нет возможности сохраниться то есть все сделано для уничтожения и поскольку у нас после революции сразу была отменена отризна отризна это подтверждение наших имен божественных и еще наречение посмертным именем чтобы человек родился на том свете уже со своим именем потому что там не нарекают там спрашивают какое ваше имя и Петя Таня Вова Кате не проходит должно быть божественное имя тогда вы попадете в луг людей тогда у вас будет возможность шанс на воплощение если этого нет ну значит вы не попадаете вы идете в ад неважно какая вас конфессия вы все идете в ад кришнагит или там буддисты ну они вроде говорят о перевоплощении но они еще не делают для этого нужна тризна нужно подтверждение ваших имен в этом случае да вы получаете возможность на перевоплощение поскольку после того как у нас было вот это шестезаконие введено Мишина отменившее фактически перевоплощение у нас получилось что душа оказывается безхозной и поэтому захватчики нашей земли стали использовать наши души для переработки на гавах гавах это такая энергия которая позволяет захватчикам используя ее жить вечно и быть всегда молодыми причем они ее делают так чтобы душа как можно больше мучилась потому что они сами по себе паразиты для них нужна разрушительная энергия а душа наша в этих условиях какие у нас все созданы на земле она мучается и за всю свою жизнь она закапливает столько огромное количество этого гаваха что хватает на много людей они жили вечно и поэтому эти души умерших людей идут на переработку то есть то что их варят в котлах котлы это все это реально это мы думаем что нереально тонкий мир который существует параллельно с нами фактически да там такие же атомы там такие же молекулы но они разряжены по отношению к нам они не плотные как наши и поэтому мы проходим сквозь него и они проходят сквозь нас мы не чувствуем друг друга но котлы это все реально лаборатории которые там существуют в людском локе потому что там шесть локов там лок людей лок богов лок великанов лок ада и лок животных и бродячих духов это еще индусская книга мертвых в какой-то степени это и Даниил Андреев об этом рассказывает вот ну другие там тоже авторы говорят о разных локах так вот в этих локах они все разные по своему назначению лок людей те которые должны воплотиться а вот лока да они уже они не идут на воплощение они идут на проработку гавах как и животные в принципе но им разрешено перевоплощаться а вот бродячим духом тоже не разрешено потому что бродячие духи это те которые непрекаянные те которые покончили жизнь самоубийством ну и другие значит причины когда человек оказался без ритуала без обряда похороненным и даже непохороненным и эти люди в общем то могут тоже идти на гавах особенно если за них никто не хлопочет никто их не поминает потому что там жить на том свете долго нельзя человек если ушел на взлете он может долго там пробыть а если он ушел по болезни на минусе огромном да он долго не просуществует и для того чтобы эту душу значит не потерять его используют на гавах то есть его тащат в эти котлы люди об этом не сразу узнают их встречает светящееся существо которое рассказывает о том как хорошо показывать здесь что вот мы там выполнили или не выполнили свою миссию а потом когда приходят деволосы так называемые берут душу и тащат ее в котел в котлы это делается тихо чтоб никто не знал люди бегут с того света а куда убежишь только на перевоплощение в кого можно перевоплотиться за какие-то мгновения потому что сейчас тебя будут варить заживо хоть это и душа она у нас все чувствует так же как и наше тело и люди в этом воплощаются в кого угодно в деревья в цветы там вот мудригоры например ведь все корни мудригоры как правило люди даже в грибы вот в Англии недавно в 2000 году нашли грибы которые люди внешний вид человека в пауков сколько находит пауков в которых внешне то есть сзади лицо человека или гусеницу которое лицо человека или в животное в ту же свинью в ту же кошку в ту же собаку у которых человеческие лица в деревья у них целые фигуры человеческие получаются то есть приходится бежать приходится воплощаться во что угодно лишь бы остаться в живых и вот пока этот это безобразие будет твориться на земле у нас будут появляться новые конфессии со всякой ерундой лабудой лапшой на уши потому что назначение религии ри это частица повторения лига соединения это соединять свою прошлую жизнь с этой жизнью религию она создана для этого образование оно создано для этого она работает вместе с религией для того чтобы образовать у человека эти тонкие тела которые в общем-то помогают человеку соединиться с его душой для того чтобы помнить ту жизнь не просто помнить события а помнить все навыки для этого надо было создавать три тела эфирные астральные и ментальные для этого надо было создавать образ этих тел поэтому образование а просвещение которое в общем-то тоже у нас было и это тоже другая совсем функция это не образовательная функция а это проникновение в свою прошлую жизнь в свои прошлые навыки свяща это было одной из таинств для православия у нас четыре таинства это треба свяща капь и муля четыре не семь сейчас специально вели там исповедь брак вот а это не таинство это сделано для того чтобы все время контролировать население захватчики все время это делают если смотреть все наши термины которые обозначают якобы смерть они далеко не все смерть означает смерть да вообще не означает смерть то есть такого понятия как деф например в английском у нас нет смерть это с мерой отдохнуть это значит от дыхания можно несколько недель пролежать и в принципе потом в стадии пойти и представится ну представился это в общем то как представляется перед всевышним как правило да которые там те определяют лук но в действительности там встречают именно руководители луков вот если вас не приняли в человеческий ну прежде всего конечно в человеческий лук вам надо будет идти другой лук ну в данном случае пойдете в этот лад то что у нас клетки бессмертные в свое время еще карлель доказал что если мы берем клетки нашего организма что нервные что любого органа что мышечные почек у нас клетки кишечника и клетки почек это самые короткоживущие ну клетки крови там тоже значит даже эритроциты 4 месяца вот клетки почек и кишечника по несколько часов всего живут а вот вне организма когда правильная пища а пища получается на культиваторах вот оказывается они могут жить и не стареют то есть все клетки тоже бессмертные в нашем организме но считается что у нас муточные только и нервные клетки живут столько же сколько и человека но в действительности все могут жить как и человек если правильно организовать питание ну это прежде всего конечно сырая пища но поскольку у нас сегодня сырая пища очень сильно модифицирована и более того она у нас исчезла то есть исчезли фрукты и овощи которые копили белки которые копили жиры которые копили те же самые адаптогены но осталось несколько там лимонник там и все прочее у нас же многие растения сейчас они производят этот алкалоид солонин ну вообще все послёновые к ним относятся и помидоры и перец ну перец красный который то есть черный перец который у нас он не относится к этому виду вот и баклажаны то есть основные наши овощи они все оказываются послёновыми а пшеница которая ну голова так сказать нашего хлеба она продуцирует глютен который разъедает кишечник который блокирует все синтетические способности нашего кишечника а в кишечнике может синтезироваться абсолютно любые аминокислоты даже могут всевозможные металлы которых нам может и вещества которых нам может не хватать почему-то у нас организм создан из 60 аминокислот сегодня мы изучаем 16 по физиологии еще недавно было 25 так вот 16 значит у нас и в пище 16 остальные мы то ли можем синтезировать то с годами уже не можем синтезировать и поэтому у нас многие функции высшие функции исключены из нашей физиологии а для того чтобы вернуть их надо возвращать те продукты питания которые исчезли у нас очень много злаков исчезло у нас 108 злаков было сейчас мы используем немножко остался овес спроса пшеница рожь ну что еще там ну сейчас кино и там сделали да восстановили можно сказать амарант пытаются восстановить было же 108 злаков не только злаков были еще ложные злаки амарант это ложные славки потому что растет а эти все-таки у них у злаков у них все-таки свое соцветие голос и вот эти все злаки они давали то разнообразие и аминокислоты тех минеральных веществ которых сегодня нам по жизни не хватает а у нас не хватает и фосфора и магния и йода и селена и миди то есть все что в общем-то обеспечивает нам здоровье нам все это не хватает поэтому в общем-то стоит задача восстановить весь этот арсенал недостающих аминокислот их 60 должно быть и все они должны поступать в организм тех же самых микро и макроэлементов которые мы сейчас идем я еще и назвал серу сера тоже отсутствует у нас вот из-за этого у нас и волосы плохие даже животным дает серу и она у них все восстанавливается вот у нас раньше людей клали склепы и склепы они были нужны для того чтобы человека могли оживить в склеп можно было зайти и склепа можно было выйти ну или дольмены но дольмены это не наша культура вот у нас были склепы вся Европа была в склепах мы их разбили во время второй особенно мировой войны в первой разбивали уничтожали массово вот склеп это в принципе жилье там хранилось тело оно могло в любой момент встать выйти его иногда закрывали гробом но гроб не заколачивали гроб вообще их старое название хазина они были нужны для того чтобы человека привести к мире потому что была смерть и нужны были его углы нужны были его имена потому что по именам там вычислялись углы у этих гробов хавин и у них клали человека причем крышка она вставлялась и человек когда очнулся он мог ее спокойно поднять и открыть и выйти и изнутри он тоже мог открыть и выйти из склепа раз он ожил и вот такое такое прохождение это назывался обряд пастос при переходе из одного кона в другой человек проходил пастос поэтому пасха сохранилось представление которого сейчас встречает только христа а в действительности встречали всех людей прошедший этот пастос переход в другой кон и он был как раз но это не смерть это именно переход и у нас лечили смертью то есть если человека затормозить на все процессы то у него восстановится будь то инсульт будь то инфаркт все восстанавливается потому что смерть она все рассасывается переходы с того света на этот свет вот сейчас не так конечно часто потому что людей в общем-то уничтожают вот там же нужна душа переработана на головах вот поэтому их и скрывают под всякими причинами не дает человеку просто вот быть закупанным вот или просто быть сожженным оживление вот старинные способы оживления человека они были еще в 19 веке изобильным описаны но там не один автор их описал я их собрал и написал книжку которая называется старинные способы оживления умерших людей в России это было достаточно широко оживляли в банях потому что когда человек умер и температура упала до 33 градуса и появились трупные пятна они появляются обычно у нас на спине потому что кровь скапливается внизу вот человека надо разогреть и надо разогреть его выше 38 градусов у нас вообще температура внутри организма 38 градусов на поверхности 36,6 вот чуть-чуть выше в анальном отверстии вот может даже 38 быть но это нормальная температура она потому что внутри организма а нам для того чтобы запустить процессы именно в банях человека оживляли надо сделать 40 даже 41 градус тогда процессы запускаются и когда вот возникает выпадение функций мозга это связано с тем что пузырьки газа которые могут образовываться вот они и свертываем из крови в капиллярах очень высокая от капилляра у нас в мозгу да и вообще по телу а не тоньше волоса понятно что любое понижение температуры ведет сразу к свертыванию крови вот свертывание крови приводит к тому что какие-то функции в мозга выпадают поэтому надо обязательно разогревать мозг голову прежде всего а потом делать откачивание потому что у нас выражение даже сохранилось откачали потому что его раскачивали умершего человека и тормозили резко а брали ну одеяло или еще что-то клали его лицом вниз и раскачивали почему лицом вниз потому что вот это центр воли если его не оживить человек не придет сознание а надо чтобы он пришел потому что когда он пришел уже можно его держать вот а если он ну поскольку я работал спасателем знаю что если человек даже у него уже бьется сердце он дышит все нормально везут значит в больницу там он умирает потому что надо обязательно чтобы он пришел в сознание чтобы он ожил если он не живет все останавливается и поэтому он разворачивается и едет в морг вот и в общем то мы можем и должны использовать современное законодательство которое позволяет некоторым религиям не скрывать человека вот забирать его целым невредимым пытаться его реанимировать с помощью бани с помощью откачиваний и потом если даже не удается его откачать помещать его в склепы склеп должен быть с постоянной температурой там должен быть подогрев обязательно там должно быть освещение и мертвый человек он должен муч когда ожил позвонить или как-то сообщить своим родственникам о том что он уже ожил сейчас кладут и телефоны там вот и бывают случаи что люди звонят оттуда вот ну батарейка там она же не вечная она низко какое-то время там просуществует и все неделю-две и все и надо заканчивать с этим маразмом закапывать умерших людей и заколочить их гробы и тем более вскрывать надо возвращаться к практике девятнадцатого века когда клали людей склепы когда были незаколоченные гробы когда склепах сохранялась постоянная нормальная температура вот минусовое там не надо плюс два это достаточно в холодильнике в принципе продукты хранятся чтобы человек в общем-то не разлагался потому что если уж его готовить к длительному хранению а человек может спокойно там 18 месяцев пролежать в этом состоянии в литургическом сне вот надо обязательно чистить кишечник обязательно прочистить рот залить воском и анальное отверстие и вообще все отверстия то есть ну нос можно не это можно ввести вату вот рот можно сделать этот пластырь вот то же самое везде тоже можно сделать пластырь но вычистить обязательно кишечник потому что с кишечника начинается разложение если там остались какие-то бактерии они будут заниматься этим разложением даже при двух градусах а когда туда вводят специальные растворы ну они не сильно ядовитые но все-таки не позволяют размножаться микробом то в принципе человек готов длительному существованию у нас же старые могильники когда раскапывают саркофаги они называются там люди они лежат в жидкости жидкость которая защищает их от проникновения всевозможных болезнетворных микробов но это путешественники во времени они их специально положили туда чтоб они очнулись именно когда кончится весь этот маразм у нас на земле у нас в принципе 18 месяцев недолго это максимум на которые в общем-то рассчитан человек если он его через 18 месяцев не оживет его надо будет снова реанимировать но в принципе реанимацию можно сделать и раньше человеку сейчас не обязательно человеку попадать во второй там третий кон можно его все равно оживить раньше вот теми способами которые писал заберенный которые собраны у меня в книге старинные способы оживления умерших людей сейчас можно конечно воплотиться и из ада тоже если вы подпишите договор вредить людям и многие идут на это подписывают для того чтобы хоть как-то жить но если он вступает в луну древле православия то договор аннулируется поэтому для древле православия захватчики никогда не дадут возможности восстановиться и сейчас не случайно но все кто говорит о древле православия знания их уничтожает ну я там например сколько раз было покушение когда уже и смерти все были поэтому можно идти по тому же пути как шли наши предки то есть на поверхности одно а внутри другое и так до сих пор живут и непрописные и полупрописные но непрописные те которые живут вне нашего общества их уничтожают вообще и безбожно а полупрописные которые живут в нашем обществе но помалкивают о том чему они в действительности поклоняются и кому они верят и какая у них культура вот на этом я хочу закончить здесь мы с вами в общем-то разобрали чем занимался села вот большое гнездо чем занимаются эти параллельные цивилизации это не для всех это только для тех кто будет в общем-то защищать землю потому что сейчас вот я так смотрю желающих есть потому что у меня сейчас встречи там проходили там с офицерами всякими но ничего не начинает сразу начинает что евреи во всем виноваты но это дебилизм вот ну мне уже не понятно что мы захвачены что нас всех стравливают если бы были во всем виноваты евреи то сейчас не уничтожили бы весь израиль проведя там стопроцентную вакцинацию населения ну потому что нам делают ложные цели и мы ведемся на это ну понятно что начнутся события да вот они начнут резать невинных людей а нам надо люди которые мыслят которые понимают ситуацию почему нам надо обязательно чтобы вот эта энергия ми чтобы мы и энергия воды чтоб она у нас тоже была чтоб мы все понимали что происходит в стане противника что он задумал еще чтобы упреждать его все эти действия и сегодня мы в принципе первый так сказать этап рассказали ну ну через некоторое время мы ответим на вопросы чем вызван сильный ночной храп у человека и как избавиться с работы сердца связан как-то здесь это связано с тем что у нас язычок второй язычок который сейчас не знают зачем он нам нужен да вот в действительности это остаток как раз от нашей божественной природы которая была когда-то да когда у нас еще было два желудка он распределял кислую и щелочную пищу между двумя пищеводами сейчас у нас один пищевод один желудок от второго желудка осталась вот такая поджелудочная железа это был второй желудок щелочной они соединялись с перстной кишкой между собой и потом шел уже тонкий кишечник и в эту двенадцатую перстную кишку делал два протока правая печень и левая печень ну печень у нас тоже естественно не стала второй так вот он когда расслабляется вот возникает храп а чтобы он был всегда в тонусе надо чтобы у человека не было процессов увядания у него должно быть очищенная кровь у нас кровь перестает чиститься после двадцати лет тогда печень уже полностью забита работает там на 15-20 процентов всего лишь на все воротная вена которая собирает кровь с кишечника она не может пропихнуть собранную кровь через печень поэтому там специально троски к 20 годам вырастают чтобы мы не умерли вот и по ним кровь уже поступает сразу ну в малый круг кровообращения две нукавы а потом уже поступает в большой круг кровообращения и уже отравляет весь организм поэтому происходит расслабление этого язычка да вообще все расслабляется может все травится вот тонус теряется поэтому храп но расслабляется сердце понятно тоже страдает при закрутке чисел ускоряется процесс в организме имеет ли место быть компенсирующие обратные закрутки но это когда мы хотим вернуть на круги все свое конечно имеет место быть в начале книги о бабах ягнах вами упоминаются магические замки правда по сюжету они не вполне помогли может поделить хотя бы парочкой с нами вообще магические замки как и капканы они ставятся на какие-то мысли но это делают обычно захватчики ну некоторые которые захоранивают их клады какие-то тоже могут поставить или замок или капкан вот или проклятие вот замок он действует как что человек приходит к какой-то мысли да а эта мысль принадлежала человеку которого убили и поставили вот исполнять ну то есть замок он не дает никому и человек пришел к мысли и тут же ее забывает это ящик пандоры также работает но для дополнительного уверенного так сказать чтобы люди не пошли в эту сторону ставят еще замки но почему они не помогли вы хотели замок поставить на что-то как будет правильно считать токи сердца при их неравномерности во время выполнения дыхательных практик у вас аритмия как правило связано с как правило это вот или грибковые заболевания вот особенно этот у нас практически у всех этот блесневый гриб употреблением полу ложки чайной перемолотой гвоздики пижмы полу ложки чайной и можно менять на полынь или городуба ну очень коротко чайная ложка можете разные составы можно потом брать но гвоздика обязательно все время она потому что работает именно с этими с грибами и вот когда даже уже первой неделе ритм восстанавливается в сердце не дано никаких шунтирований ничего не надо надо просто убрать паразитов но это прежде всего грибки конечно ну и большие глисты тоже они аритмии вызывать могут это и аскориды могут и цепни ну там их много но сейчас около тысячи описан этих именно большин но в смысле червей вот а сейчас еще везут с югов там вообще не идентифицированы нашей медициной паразиты какие вышли новые книги краткая история религии и тайное изготовление склепов для оживления умерших людей как раз надо знать свои мысли от навязанных вот кстати говоря это вопрос проблема потому что человек он же не встречается с этими вещами и он поэтому любую навязанную мысль как свою воспринимает но здесь видите еще какая ситуация у нас дело в том что в основном конечно развит телепатический язык то есть зрительные зрительные образы и этот большинство говорит но насекомые насекомые цивилизации они говорят на языке запахов мы этим языком не владеем у них каждый предмет имеет запах они поэтому могут не только его воспринимать они могут источать потому что у них хоть нет вамироназального органа но подобные органы есть у них вот эти вот усы над этим так вот у них ходят и излучают что нужно они через запах сообщают и путь ну пчелы те же самые или муравьи или термиты но все коллективные животные у них язык запаха или язык танца вот язык танца у нас тоже был развит особенно атлантов но сейчас он у нас у индусов чуть-чуть сохранился да но он все равно не метаморфизировался и сейчас у нас не помню то ли 6 7 языков танцев придумано уже у индусов более-менее правильный потому что от атантов у них все это идет вот и есть еще язык звуков мы его тоже лишены потому что звуки мы во-первых не можем все воспроизводить вот у нас птицы да и язык гуанчо был да это язык который в общем-то передавал все звуки природы но у нас некоторые птицы это могут делать все пересмешники это делают к ним относятся и сорок и те же попугаи вот и вороны тоже могут в какой-то степени и человеческую речь копировать и все но необычно не то что это не надо но вообще вот люди птицы они все могли повторять любые звуки любым голосом могли сказать вот ну и почему-то еще осталось вот это выражение не свести там денег не будет но вообще нельзя было свистеть то что привлечешь этих они же были захватчиками они же 3 крестовый поход это вот люди птицы вот и поэтому не надо было ихним головным языком говорить точно так же нельзя было говорить например медведь потому что он приходил его позвали он пришел вот но у нас медведи до сих пор вот кстати говоря недавно совершенно узнал что у нас кажется есть места где разумные умные медведи остались и они приходят к человеку да человек там их подкармливает вот но они дружат потому что они помогают там человеку вот но они тоже могут общаться телепатически собаки тоже общаются телепатически они нас понимают мы не понимаем вот ну точно так же как и кошки вот так что вот язык запахов следовало бы жильцам знать точно так же как язык танца следовало бы восстановить и язык естественно звуков тоже у нас логическое мышление у нас слова боги у нас фразы боги у нас могут люди говорить не только предложениями могут фразы целые строить большие абзацы могут рассказывать целые книги да то есть у них возможность передачи множество множество связи этих есть они могут это делать но вот эти все вот языки нам бы следовало конечно восстановить потому что когда мы знаем язык все что они там говорят между собой мы будем знать естественно у нас еще в 19 веке были позоры позоры когда садился человек на сцене и он принимал информацию от какого-то места цивилизации какой-то которую они хотели рассмотреть и передавал всем кто здесь его слушает он просто повторял то что там происходило а все уже воспринимали его а если вот заниматься да когда тебе кто-то навязывает мысль ты ее ловишь и ты понимаешь что это навязанная мысль а вот это я мысль вот поэтому надо обязательно делать двойников ну хотя бы эфирного сделать потому что эфирный двойник он уже мешает воздействию на наше физическое тело вот душа то она не вмешивается как правило но она как бы более высокочастотная и поэтому она маленькая по размеру и у нас она упакована в теле да вот и причем упаковано неправильно у нас все тонкие тела не располагаются вдоль оси позвоночника под соответствующими углами вот от нас это сейчас не всегда соблюдается потому что если во второе воплощение в традиции католичества он тоже теряется как вылечить помутнение хрусталика глаза ну это лечится элементарно то есть чистится печень очищенная печень и очищенные глаза ну и потом бывает дурманом там вот дурман если там паразит в глазу оказался да то его не надо выводить он повредит глаз будет ну потому что они вылазят из глаза эти паразиты если смотреть на семена дурмана которые поджариваются и окуривают глаза этот метод описан но особенности крупные паразиты там а в глазу могут они расположиться потому что мы же трем глаза вот не всегда чистыми руками с утра как читается по солнцу ночиная купала и в какой день с утра это общее название там и минуты входят туда и слава и все с утра это то что читается в течение суток как лечить суставы суставы лечится употреблением масла причем с богатым содержанием омега-3 это льняное рыжиковое масло на вас взгляд что самое главное наше время на чем концентрировать свою энергию самое главное конечно это совершенствоваться и добиваться здоровья своего добиваться чтоб у нас начался рост если рост начался значит у вас здоровье значит вы достигли состояние когда старение отсутствует скажите чем отличается истина от ясны но ясны это законы а истина это наше знание о чем-то вот причем критерии истины у нас практика считается в марсиско-ленинской философии вообще критерием истина является полезность насколько эта информация полезна и насколько она ведет вас к какой-то конкретной цели божественной но ясно это от ханумана идет их сейчас приписывают Чингисхана но это не так Чингисхана не было переименованный хануман пить касторку один раз шизницу всегда полезно это хорошо нормально в смысле нет никаких противопоказаний но там противопоказания видите смотря как касторку пить там есть касторка вообще если она не рафинирована она индивида вот ну потому что сейчас такую клещевину стали выращивать возвращение к старой клещевине конечно я думаю поможет нам в общем-то сделать приятной касторку что ее нормально можно пить без всяких этих последствий для себя я ну вот в течение месяца нормально потом я делаю перерыв то есть я не могу ее пить все время ну смотрите по своему состоянию я иногда заменяю вот магнезией расскажите об обряде отрезания души от тела если человек похоронен по катаринскому обряду ну там отрезается саблями от то есть вызывается душа и ее отрезают все говорят в последнее время про грядущий переход который вроде как не за горами теперь уже можете ли вы как-то прокомментировать или подтвердить или уточнить данную информацию ну вообще я вот сколько сейчас вот слушаю про этот переход вот в действительности нас готовят к смерти в полном смысле то есть на переработку на головах ну это разве не другое измерение тонкая материя туда перейти ну и там уже нас готовят галаха это черти какое уже измерение вот ну и правда мы там как бы будем никем нулем ничем и исчезнем навсегда ни сознания ничего обязательно работать с арканта нам надо обливаться водой да зачем обливанием водой это вообще для стимуляции обмена веществ вот причем замечено что если вы все время будете обливаться водой ноги вот все время там заниматься моржеванием да легко можно сыграть ящик то что организма теряется адаптивный гомеостаз адаптивный гомеостаз это как раз когда человек может более широких диапазонах существовать там небольшой стресс да и инфаркт для моржей это характерное заболевание и смерть от инфаркта вот когда вы месяц например пообливались водой или поморжевали да а потом месяц не обливаетесь водой и не моржуете то снова месяц моржуете и обливаетесь водой вот в этом случае вы раскачиваете адаптивный гомеостаз и для вас уже стрессы не имеют никакого особого сильного значения как обычно для людей которые занимаются исключительно и постоянно обливанием или моржеванием вы говорили что если человек будет лежать и ничего не делать и так умрет то так умирать не грех то почему занимаясь практикой задержки дыхания человек нечаянно умрет то это грех да при практике дыхания то исключено очередь это если вы уж совсем там передержите дыхание но это обычно не грозит то есть человек все равно будет дышать это если вы специальная там это у кощеев практика когда вы там специально слово еще горите чтоб не дышать да да у них там убираешь но там же и оживаешь тут же фактически в йоге есть разные асаны на усиление энергии йога это тоже знание наших предков но очень сильно выхолощена у нас яга была не йога вот и там много вредного оказалось но немного но есть поднятие частности вот кундалини женщинам кундалини можно поднимать а вот мужчинам надо опускать у них потому что в разные стороны сагитальной плоскости двигается энергия мужская и женская они разонаправленные но это одна сторона а потом но они все не совпадают эти все асаны ну можно с какой-то степени связать с возгонами но ниже возгонов нет если возгона нет значит нет повышения вибрации и точно так как сгона если нет сгона ну значит нет информации прокомментируйте пожалуйста путаницу связанную с персонажем сулеймана великолепного и реального ивана грозного сульман великолепный я не помню кто его отнес к ивана грозного но он не относился к ивана грозного сулеймана великолепный я сейчас просто не могу вспомнить сразу вот турция же все эти султаны там паши или паши как их правильно говорить вот если вы посмотрите они все премьер-министр российской империи вот тот же керенский даже тоже паша какой-то сейчас мы можем даже великолепный хотя я не берусь сейчас говорить я меньше всего как раз интересовался с турцией потому что там очень все ясно потому что все наши премьер-министры все какие-то паши все какие-то султаны даже императоры тоже или султаны или паши там это совершенно отдельная история причем ну нам же прямом делали в германии тот же самый вели да вели это сталин хоть играть что он не похож но ты сейчас просто вычищать же интернет там я например нашел что оказывается пизарев и сенсимон одно лицо но фотографии потому что да я даже так был поражен сейчас этих фотографий нет поэтому и или например нитша и горький тоже одно лицо у нее смотрите у нее же несколько всего а горького но все-таки побольше у человека три книги за свою жизнь не может если он писать или он будет писать ну хотя бы там 10-15 там ух но у него будет все равно за всю свою жизнь вот у ленина 55 там да угрозно у толстого лева у него вообще 70 если 90 но я все не читал но я просто имел доступ к его собранию сочинений смотрел но я смотрю самые основные его философские работы в чем там моя вера например да потом это работа исповедь создание и разрушение ада или рая там не помню но ты так не они запрещены поэтому поэтому я и смотрел вот и то же самое у Гоголя у Гоголя вообще ну если вы видели его произведение два томика он всю жизнь писал его просто и на Андерсена распорили и на Гоголя и еще на кого-то наверняка распорили я просто я просто очень сильно не вдавался но просто посмотрел что Андерсена портрет что Гоголя одно лицо или там допустим Некрасов Некрасов и Амархаям ну вот сними с Амархаяма чего мог Некрасов вот на одной из раскопанных томов Помпея в Италии было написано что здесь проживала колония с Венеры но археологи это не переводят в этом месте был построен также храм посвященный Венере значит не так давно на нашей земле жили люди с других планет да они и сейчас живут потому что вот эти колонии они как общины живут но они полупреписные они живут в обществе но они друг с другом все они женятся внутри своего сообщества они обучают там своих людей в своей культуре они с нами нет они общаются на уровне бытовом но они не посвящают нас в эти с ними впервые за контактируют Джордж Адамский который в общем то они его свозили на Луну и у них есть кстати горлетательные аппараты вот но они мимикрируют под нас но они и так на нас похожи один в один они пытались с нами связаться я не помню фамилию человека который пришел с Венеры что он может нас там научить все прочее его короче говоря заковали в кандалы стали пытать чтобы он не врал там не знаю зачем мы пытали но это видимо для нас характерно не для нас а для наших спецорганов но это в Америке было Соединенных Штатов ну и это кончилось тем когда они начали иголки под ногти совать вот он стал разорвал эти цепи раскидался их и ушел сквозь стену чем закончился контакт и сказал что ну как это ну типа дураки ну и больше короче контактов не было после Жоржа Адамского ну и Дэзмон Лесли вот они только собственно говоря нас познакомили с этой общиной а эти общины познакомили нас с другими представительными космосом вот а потом когда пришли серые инопланетяне уже Трумман и Эйзенхауэр уже с ними заключили договоры на похищение людей ну эти похищения начались и продолжаются до сих пор если еще поселение в России не горят на древних диалектах и знаете ли вы лично таких людей ну узнавал конечно но они стараются говорить с нами на нашем языке хотя знаю древнерусский казаки и некоторые учат санскрит учат как не допустить скрытие человека в морге но говорите что религия не позволяет некоторые религии запрещают это делать но у нас дрели прославие там это святотатство скрыть это убийство почему сейчас мертвой не висит полтонны как раньше да нет весит иногда дело в том что некоторых людей когда вот мертвых сложно поднять и потому что когда служил в пожарной части до нас часто на эти пожары ну то есть за мою службу там я чуть больше года просто уже боль было 17 тропов и вот в реальности поднять человека он даже небольшого роста поднять его тяжело то есть берешь за руки руки отрываются берешь за ноги ноги отрываются ну потому что все прогорело а вот туловище очень тяжело поднять вдвоем небольшой человек ну практически там ребенок не ребенок подросток вот мы вдвоем вытащили на специальных природах практик находится лето где-то еще в России пытаются практиковать в общинах это пытались делать но эти общины расстреливают кстати говоря сейчас расстреливают и без суда без следствия приходят расстреливают на Украине у нас жится она рассказывала такое общение живет то она прислала сообщение об этом но это неправильно крада название крада это вообще священное место где у нас сооружение Алатыри там 24 как раз священных дерева поставленных и это типа беседки типа ротунды крада вот но сейчас говорят что крада это якобы костер для зажигания это не так у нас в Карелии еще традиция жива когда покойный лежит дома один день раньше ждали три дня ну правильно чем дольше тем лучше захватчик должно быть невыгодно уничтожить души во время кремации уже нужны души для галаха так а у них сразу же и галах тут получается правильно ли я поняла что наши родители похоронены в католической традиции все уже ушли на галах если иногда вижу во сне свою мершую маму значит она еще не ушла на галах ну может быть да некоторые когда они достаточно запас запаслись энергией здесь вот они могут долго существовать на том свете некоторые по 200-300 лет могут жить там восточной сербии проживает старославянский народ который сохранил свой язык и обряды их называют валахами они последователи бога велеса раньше своих усопших они не хоронили на кладбищах но у себя на дворе склепах их обрядов по оживлению усопших но успела найти высказание одной женщины которая похоронила сына она сказала все сделала как положено сделал обряд показала его солнцу они открывают склеп год после ухода человека и показывает его солнцу но он не ожил не понимает где ошибка ну может быть они не прочистили кишечник может быть там же видите причин то ведь в общем то много которые делают несовместимое существование нашего тела с жизнью это микроб кто с ним разговаривает-то в индийских древних трактатах сказано что душа бессмертная энергия она не может погибнуть ни в огне ни других элементах душа не уничтожимой субстанции богатной дольная душа на душа бога параатма единение дуальных душ частичек души бога все как матрешки мало большом большом малом и так далее матрешка это материя переходящие одна другое ну вот это вот как раз одна из лапшей и одно из заблуждений что душа нет и не уничтожим уничтожим и все точно так же как и может быть не уничтожимым но для этого нужна работа если душа там остается без подпитки она уничтожима становится если она все время подпитывается она будет не уничтожены вещей культуры дольмена ничего не но это культура завоеватели там жили караима от варяхи крыме от них же название крым получим получим вот они сначала были завоевательными потом они были нашими союзниками варяхи но варяги но это люди свиньи на не первых с властами но не белая кожа с другой стороны сколько не ставлю людей склепах максимум 18 месяцев и склепы были многоразового использования не для одного человека как правило этот родовой там склепы туда клали людей после смерти восстанавливается и мозг отравлены психотропными препаратами да конечно там живо говорит лизис он все очищает здесь птичина на кладбищах есть семейные склепы но теперь там замуровывают только прах членов семьи поэтому называть семейные склепы но ничем мы в детстве играли брали кого-то в одеяло и раскачали вот тебе генетическая память ты ничь как здорово самое страшное что люди в гробах под землю это плохо также для природы представьте потоп все стоит и будет заражаться питьевые воды да согласен с вами как уговорит местный муниципалитет разрешить строить склепы но в принципе вам никто не запрещает выкупить больше земли нам походам положено там 6 метров ну где-то полтора на четыре сейчас точно не могу сказать бесплатно ну правда сейчас все платят это можно выкупить больше больше выкупишь поставить склеп у меня в мишке вот это тайное изготовление склепа для оживлений людей там найти даны размеры всем чем сюда подвести как провести но это конечно богатые люди могут все позволить склепы разных размеров строить на старом местном кладбище в манреале самая старая с 1700 год от кладовки до двухэтажного дома однако себе могут это позволить родственники могущие заплатить до миллиона долларов ну вот видите по канадскому законодательством групп закатывается бетон со стенками не менее 30 сантиметров ужас и заливается бетонную коробку типа формальдегида якобы по санитарным соображением душа оказывается в капкане тело разложиться не сможет но отведите если у человека или животного после смерти на 3 4 им появляется сильный запах и глаза проваливаются как означает что они уже не смогу тоже да вполне возможно у нас вот кто сыроеды они не это не тленны но святые тоже не тоже не тленны не первых малого ели и вообще не ели или были сыроедами вот поэтому у них чистой внутренности никаких этих явлений не наблюдается особенно мясоеды особенно но и вареной еды они будут сразу же практически разлагаться вы упомянули о том что палец используется часто для вызывания огня и нужен код меры верил и наши мира какие меры бога это только угол и число как соотносить нашу меру и угол число бога в данном случае но мы берем лод но узнаете вот это угол ели вы в нашем мире это получается вот как раз там и наша мира и мира и ели вы будет чем очищают от паразитов и кишечник умершему но можно перекись водорода районный марганцовый раствор здесь не надо смешивать или марганцовка 1 или йодный раствор они будут хорошо защищать но конечно это не сильно то что йод прожигает марганец тонн к более нейтральный в этом плане вот и это как раз розовая жидкость в которой погружены как право все эти путешественники во времени очень сильно напоминают марганцовку вот уже у нас указаны по поводу событийного яйца по числу 1.618 подробно описан в книге волшба строится лицо по числу царя 107 по такому же принципу если да то попробуем ну конечно попробуйте уже всем известно что нас обрабатывают наполняют оксидом графена для дальнейших манипуляций так как он реагирует на электромагнитные волны оксид графена сейчас везде в воздухе и и лекарствах прививках так далее так как это новая нанотехнологии мы еще не знаем как это водительно из выводить из тела не случайно эти прививки планируют делать постоянно чтобы всегда был контакт связь так вот опыт показывает что голод и вода это выводит даже если частично а также квашеная капуста и кислота и железо яблоки семена яблочные соки другие железо содержащие продукты но ответе какая прекрасная информация позволит позволит нам во всяком случае защититься какое событие является точкой отсчета для нашего дрель православного календаря но в данном случае это как раз солнцестояние для годичного а для солнечного календаря но это тоже максимальное удаление от центра галактики точка отсчета ну где двадцать три тысячи лет благодаря всей души за приходные знания я вас тоже благодарю как отмечать дни благоденствия для одного человека да как будто вас много то же самое читаете слава махаминтеры можете использовать если у вас есть конечно ты ножник для того чтобы там там благодать передавалась вашим мощам которые храните на второй полке этого треножника благодарю и вас тоже всем благодарю ну что мы с вами прощаемся до следующей встречи